Всем привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы будем говорить про выгул для крыс. Для крыс? Да, кажется, сожопочек. Итак, сегодня мы поговорим, каким должен быть выгул для крыс, как его организовать и все такие важные моменты. Итак, давайте начинать. Первое, это, конечно же, длительность выгла. Выгул должен быть минимум 2 часа в день и, конечно же, ежемерно. Желательно, конечно, больше 2 часов, но самый такой прям минимум это 2 часа в день, потому что крысе обязательно нужно двигаться, бегать, а в клетке, даже если у вас большая клетка, ей будет этого все равно недостаточно. Поэтому выгул должен быть обязательно. Следующий момент, это выгул должен быть безопасным. То есть желательно убрать всякие провода, всякие опасные предметы для крыс и желательно находиться во время выгула с крысами, чтобы ничего не случилось, чтобы они вам мебель не попортили, не погрызли и чтобы с ними ничего не случилось. Поэтому это тоже важный момент. Следующий момент, то что во время выгула у крыс всегда должен быть доступ к еде, к воде, то есть клетка либо должна быть открыта, если она у вас на полу стоит, например. Либо ставьте мисочку, как-то воду тоже наливайте во время выгула, в какое-то место ставьте, но вода и еда должна быть обязательно во время выгула. Следующий момент тоже немаловажный. Во время выгула крысе нужно будет где-то иметь какие-то укрытия, какие-то домики, развлекательные моменты. То есть не просто вы ее выпускаете на пол и она бегает просто по пустому пространству. Обязательно должны быть какие-то предметы, чтобы крысе было интересно крысам. Вот у меня для этого случая, для выгула есть для крыс вот такой домик для кожи. Кто на меня подписан на TikTok, уже давно его видели. Я очень много видео с ним выкладываю, потому что на выгуле крысы просто обожают этот домик. Если вы, кстати, не подписаны на мой TikTok, то я там записана так же, как и здесь. Вы можете меня легко найти. Я использую вот этот домик во время выгула, то есть как использую. У меня всегда стоит и они всегда забегают, прячутся. Здесь внизу есть такая комнатка, здесь открытое место. Они могут приезжать здесь, дожечка. Им все это очень интересно. Поэтому вы тоже можете приобрести какие-нибудь такие небольшие комплексы для кошек и использовать их для крыс во время выгула. Некоторые делают самодельные разные препятствия и все такое для крыс, чтобы им было интересно гулять. Всякие домики из коробок. Там коробка, например, прорезают отверстия и для крыс это как домик и тоже это очень интересно. То есть вам это какая-то коробка из-под обуви ненужная кажется. А для крыс это будет действительно интересный домик и интересно будет поиграться. Поэтому сегодня я предлагаю вам сделать вместе какой-нибудь тоже домик. у меня есть коробки от пазл. Их у меня 4 коробки, но я использую их только 2. И я хочу сделать какой-нибудь тоже домик дополнительный для выгула. Поставить его в другой конец комнаты, чтобы крысам было какое-то разнообразие. Берите тоже какие-нибудь разные ненужные коробки, картонки, не знаю что и давайте творить вместе. Не знаю видно вам или нет, они прям там спят такие вдвоем. Вдвоем. Здесь еще такое окошечко открывается. Чего вы выходите? Мне писали в комментариях, чтобы я их побольше покажу. Ну они, видите, лежат и хотят выходить. У меня всего 4 коробки из-под пазлов, но я буду использовать 2. Одну вот такую с жирафами. Просто коробка имеет тут 2 части и получается... Я хочу сделать вот такой домик треугольный. Отрезать вот эти бортики узенькие. Получатся просто такие прямоугольные картонки. Я их вот так склею вместе. И сделаю еще одно из второй коробки. Сейчас буду вырезать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, из вот этих элементов тоже можно что-то придумать. Например, сделать какой-нибудь лабиринт. Особенно если вот 4 коробки обрезать, то будет много вот таких бортиков. Можно, правда, сделать какой-нибудь лабиринт. Но это, конечно, не на постоянное выгуливание, но так можно на пару раз. Или, например, достать, поиграть, чтобы крыса поиграла. И потом убрать шкаф и опять можно доставать. Вот. Можно тоже что-то придумать. Пишите в комментариях, если вы тоже делали какие-нибудь самодельные лабиринты для крыс или какие-нибудь еще интересные сооружения. Интересно будет почитать. Что ты тут? Шумит. Шумит. Хочу склеить вот так эти две картонки с порчем и сделать дно. Дно мы будем обклеивать скотчем, то есть просто его обклеим полностью скотчем, а потом уже положим какую-нибудь тряпочку, чтобы крыти было мягко. Зачем нужно клеить скотчем? Я слышала, что так делают специально, чтобы картон не пропав очень быстро, потому что крыса часто все помечает. И если просто ставить картонку, то она очень быстро испортится, и это, можно сказать, будет на один раз в доме. А я хочу его сохранить, ну, хотя бы на какой-то небольшой срок. Поэтому будем обклеивать скотчем. Я еще так ни разу не делала, поэтому попробую. Я думаю, отлично подойдет вот этот размер коробки. Можно взять нижнюю часть коробки и просто сделать вот так. Отрезать только один бортик спереди. И все. Не знаю, сейчас подумаю. Отрезу пока один бортик. Я, наверное, отрежу еще тот же задний бортик, а эти приклею вот так. Все, теперь буду приклеивать. Для начала я сделаю скотчем дно. Заклеиваю полностью. Что? Здесь? Почти. Субтитры салит piedsok! Заклеиваю полностью. Субтитры ездают. Кого? Субтитры возможен? Скотчем! Субтитры сделал DimaTorzok Все, дно я полностью обклеила скотчем и теперь я буду приклеивать скотчем к стенке и домик будет готов. Субтитры сделал DimaTorzok И вот такой домик треугольный у меня получился. Потом я постелю сюда ткань какую-нибудь и поставлю его в место, которое у меня свободно в комнате. И они на выгуле будут заходить в него и смогут там полежать, отдохнуть, спрятаться. Вот, возможно, потом я еще сделаю вот здесь стенку и вырежу такой круг, чтобы они заходили не вот так открыто, а через какую-то дверцу. Ну не дверцу, а отверстие. И сзади, возможно, тоже сделаю стенку. Сейчас, наверное, уже не буду делать и потом вам покажу, как это все выглядит. Все, я все-таки сделала заднюю стенку. Вот так тряпочку положила, которая осталась после гамака из бутылки. И теперь давайте запустим. Шуня, ну как? Обнюхиваются. Ну, я думаю, им понравится. Я хотела донести этим видео то, что не обязательно нужно покупать какие-то дорогие вещи для того, чтобы вашим крысам было классно гулять. То, что можно сделать своими руками что угодно. И крысам тоже будет это очень сильно нравится и им будет интересно. Поэтому обязательно тоже делайте какие-нибудь такие вещи своими руками для ваших крыс. И им это действительно нужно. И они это оценивают. А вам спасибо большое за просмотр. Всем пока.